приветствую вас дорогие зрители всем привет друзья анапа парк ореховая роща вечер 4 февраля 2023 год температура воздуха около плюс 5 градусов переменная облачность с прояснениями сегодня день был вполне себе ясный по крайней мере во вторую половину дня от нас центр парка можно сказать детская площадка лавочки урны неработающий фонтан в ореховой рощах кстати сегодня на субботнике трудились около 350 человек сотрудники администрации среди них были там ресурсоснабзающие мероприятия общественники и даже был один и цмр и один депутат совета анапского скерри были убраны сухие ветки и мусорах также проведена обрезка деревьев ну и там они еще после активной работы по уборке пили чай и с выпечкой прогноз погоды нас всю следующую неделю обещает то что ночью анапе будет минусовая температура воздуха где-то порядка минус один минус два минус три градуса и даже некоторые дни например вторник и среду тоже ожидается минусовая температура воздуха так днем будет около нуля там плюс один плюс два плюс три кстати прошлой ночью пригорода хнапы выпадало немного снега но со самой анапе снега не было выходим на новую набережную смотрите как здесь великолепно какие здесь виды классные нас видите сегодня такой облачный закат не прямолинейный но эта облачность прямо таки весьма весьма великолепно ну и понятное дело что что люди любуются сидя вот это специальном ряду из лавочек гуляет по набережной на море сегодня небольшой прибой о как великолепно какие виды классные у нас в анапе небольшой эпидемиологический кипиш в анапе обнаружена корь и введены противоэпидемические мероприятия случай этого заболевания зарегистрирован у семилетней девочки ученицы школы номер одиннадцать которая временно расположена на территории гимназии эврика об этом сообщает главный государственный санитарный врач анапы лариса медведева последний раз заболевший ребенок был в школе 26 января до этого девочка находилась за пределами нашего субъекта федерации в регионе неблагополучно по этому заболеванию специалисты распотребнадзора уже осуществляют необходимые мероприятия по недопущению распространения кори в анапе противоэпидемические и ограничительные мероприятия введены школе номер одиннадцать и гимназии эврика в школе введено медицинское наблюдение усилен противоэпидемический и антиинфекционный режим проводится обеззараживание воздуха изучается анамнез всех детей определен контактный круг в который вошли учащиеся школ первых вторых и третьих этажей левого крыла здания школы эврика по этим детям медицинским персоналом городской больницы будет определен комплекс мероприятий по медицинскому наблюдению за состоянием здоровья и за состоянием здоровья педагогов и других сотрудников школы все дети взрослые не имеющие вакцинации от кори моим предписанием директорам школ и их приказами отстраняются от посещения школы от занятий на 21 день медицинские работники в данный момент решают вопросы по вакцинации ребенка и взрослого от кори отмечает лариса медведева в общем ситуация находится под контролем специалистов в то же время сейчас очень важно сделать вакцину всем детям кто ее не делал отмечает главный государственный санитарный врач анапы ну и для справки друг если кто не знает кори это остро инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности возбудителем которого является вирус кори характеризуется высокой температурой до 40 с половиной градусов воспалением слизистых оболочек полости рта верхних дыхательных путей конъюнктивитом и характерной пятнисто популезной сыпью кожных покров общей а также общей интоксикации и на более опасно это заболевание для маленьких детей части вот возраста до пяти лет ну и чуть постарше из-за тяжелых осложнений теперь о массовом введении платных парковок в анапе острая сейчас тема сейчас у нас на курорте проходит бурное обсуждение по поводу введения нескольких тысяч платных парковок идея введения платных парковок заключается в том чтобы замотивировать автовладельцев к более рациональному использованию общественного пространства на улицах города как раз это актуально преддверии курортного сезона когда в анапу приезжают на отдых много тысяч людей на личном автотранспорте платные парковки по идее должны помочь разгрузить от чрезмерного обилия автотранспорта в частности центр города и прилегающие улицы но местные жители которые привыкли парковаться бесплатно категорически против такого нововведения которое приведет к увеличению их расходов к тому же некоторые общественники анапы высказывают обсения что деньги собранные на платных парковках пойдут не на дальнейшее развитие курорта а просто в карман предпринимчивым дельцам это спуск на пляж 40 лет победы со стороны улицы 40 лет победы какие виды у нас видите пасмурно-облачные сейчас у меня в комментариях очень часто спрашивают по поводу какая погода будет в марте и апреле в анапе ну подразумевается что типа раз у вас такая классная южная зима то и и сна тоже должна быть южной великолепной конить очень теплый но правда заключается в том то что у нас март может быть по погоде очень прямо таки разный бывали случаи бывали года когда самом начале марта там на 8 марта например температура воздуха была 20-25 градусов то есть можно было буквально загорать безветренно было почти что более случаи когда около нуля либо даже минусовая температура воздуха была в марте ну и у нас принято причислять март все-таки к месяцам межсезонья то есть марте может быть ровно такая же погода как и сейчас в феврале как и в январе как и в декабре то есть не факт то что будет в марте прямо таки тепло тепло там скажем около 15 градусов даже апрель у нас считается не прямо таким уж очень стабильным по погоде месяцем по крайней мере первая половина апреля не считается такой классный по погоде вот только со второй половины апреля начинает погода раскачегариваться прямо таки вообще на южный лад чтобы радовать теплом подогревать море а вот все что первая половина календарной весны проходит прямо таки неоднозначно весьма неоднозначно поэтому если вы хотите приехать именно в тепло в анапу то планируйте свою поездку в анапу именно не раньше второй половины календарной весны многофункциональная спортивно лаунж развлекательная площадка на спуске расположена свете тоже лавочки качельки чтобы так вот сеть раскачивается еще и видами одновременно любоваться но опять же свежий морской воздух каким многолюдным этот спуск бывает летом но и сейчас видите хорошую погоду когда там не дует сильный ветер не идет дождь не идет снег достаточно много людей прогуливается в сторону пляжа в сторону моря ну естественно обратно ну вот друзья такие у нас в анапе новости будем надеяться то что ситуация с корью закончится хорошо по прогнозу вся следующая неделя ночью минус 1 минус 2 минус 3 днем около 0 там 1 2 градуса тепла либо 1 2 градуса мороза и потепление по прогнозу придет в анапу только ближе к середине февраля друзья ставьте лайки этому видео то перед на канале смело подписывайтесь делайте репост пишите ваше мнение в комментариях по поводу всех тем которые мы затронули сегодняшние прогулки меня зовут максим желаю всем добра всем мира все пакетова до новых встреч